а весь мир нам завидуют вы говорите весь мир они нам завидуют я вам точно говорю я знаю что я говорю это я понял люди из окон просто бы мой сюда швыряют о чем мусор то здесь потому что помойку помойка стояла здесь а счастье перенесли туда на 100 метров суда да не на 100 метров а сколько ну смотри сколько один дома ну и все эти или просто все из окна выбрасываю до начал люди просто весь мусор выбрасывают все под окна и все и у вас ни хрена нету весь двор в говне здесь какие-то птицы крысы все это едят просто все в отходах вонища байден ты зачем это сделан все вымирающие города уничтоженные предприятия и люди которые вынуждены бороться за существование и просто сводить концы с концами разве так может быть в стране называющие себя успешной великой ведь запасы нефти и газа в рф могли бы позволить россиянам даже и не задумываться в современном мире о существовании таких средневековых проблем байден ты зачем это сделала байден думает что он они этот цены нам повышают сил у нас не будет мы пойдем проиграем а значит я тебе скажу вот байден тебе понял время такое все хотят нас захватить поработить и оседлать терпим поэтому не хотим сдаваться не хотим чтоб нас поработили хотят американцы хотят конечно нас хотят поработить а не захватить поработить чтобы еще на их потом работали он блять россию поднял в коленбле без сырые колбасы а также без польских яблок мы как-нибудь проживем покажу себя как будете есть абсолютно не понимаю сколько еще нужно потерпеть ну сколько придется мы терпеливый народ сколько придется столько и будем терпеть мы россияне мы все вытерпим скоро травку будем есть проживем все нормально я считаю поменьше будем есть это здорово у нас все под контролем главное чтобы спокойно было и стабильно сейчас как ну сейчас по крайней мере стабильность есть и уверенность в чем-то стабильно нищета да ну хоть нищета но она стабильная если б не это не путин им нас бы честно существовало ну польша что-то как-то с нами не хочет дружить украина не хочет дружить америка почему потому что мы сила грубый век грубые нравы романтизму нету не дают человеку спокойно жить тысячи россиян живут в бараках построенных еще пленными немцами строили вот наши бараки пленные немцы под свои нужды под свои бараки чтобы они сами жили здесь но пришлось жить нам уже не военно пленно